Итак, сначала о чём идёт речь? Речь идёт о том, что клетки могут погибать различными способами. И в первую очередь эти различные способы традиционно, я здесь тоже следую некой традиции, привязывают к электронно-микроскопической картине и фотографиям срезов гибнущих клеток. Если эта клетка у нас нормальная, A, то утверждается, что B и C – это клетки, находящиеся на различных стадиях запрограммированной клеточной гибели, а D – это так называемая некротическая, правильнее сказать, острая клеточная смерть. Я сейчас об этом расскажу чуть-чуть поподробнее. Здесь пока на этом слайде, чтобы было понятно, о чём идёт речь. Актиномицин D – это ингибитор транскрипции. Сам по себе он не фатален, но инкубация в высоких концентрациях актиномицина D запускает в клетки программу, которая и реализуется вот в таких морфологических изменениях. Видите, что здесь стало с ядром? На самом деле там вся ДНК была нарезана на кусочки, и эти кусочки прилипли к ядерной оболочке. Но цитоплазма клетки выглядит почти интактной. И на более поздних стадиях здесь уже ядро разваливается на фрагменты внутри клетки, но по-прежнему мембрана целая. А здесь иономицин. Значит, иономицин – это другая отрава, которая резко снижает специфическую проницаемость, вернее, повышает неспецифически проницаемость клетки мембраны, плазматической мембраны для различных ионов. И, соответственно, у нас натрий и калий начинают плохо балансироваться, потому что АТФА за не справляется. И самое главное – в клетку лезет кальций. Значит, я надеюсь, что все знают, что все живые клетки, они поддерживают в цитозоле очень низкую концентрацию кальция – 100 наномолей. А в окружающей клетке среде концентрация кальция сплошь и рядом достигает 1 ммолей, даже больше. То есть на 4 порядка в 10 тысяч раз больше. Поэтому любое нарушение проницаемости по кальцию для клеток фатально, если это нарушение сильное. Если это нарушение не очень сильное, это некий сигнал, то клетки переживают повышение концентрации кальция, затем его благополучно откачивают и живут себе дальше. Так работает мышечное сокращение. А здесь иономицин в высокой концентрации, клетка ничего поделать с этим не может, и она как бы взрывается, у нее разрушается плазматическая мембрана за счет тяжелейших астматических нарушений. Их иногда называют некротические клетки. Хотя вообще термин «некроз», если кто-нибудь медицину проходил, он к клеткам никакого отношения не имеет. Поэтому противопоставление апоптос и некроз – оно неграмотное. Грамотное противопоставление – это запрограммированная клеточная смерть и острая клеточная смерть. Вот в случае иономицина – острая, то есть там никакой программы нет. Если налить на клетку на паразотные кислоты, это тоже будет острая клеточная смерть. Итак, о чем здесь идет речь, что с чем мы фактически сравниваем. Значит, синдром острой клеточной гибели, он связан, во-первых, с набуханием органелл, но это в тех случаях, если клетка не уничтожается прямо вся и сразу. И очень часто с набуханием самой клетки, в результате которого она лопается, в плазматической мембране появляются разрывы, и, собственно говоря, клетка как целая перестает существовать. Значит, набухание органелл больше всего видно на примере набухания митохондрии, они самые чувствительные к нарушениям осматического баланса. И в этом смысле острая клеточная гибель – это всегда, во-первых, нарушение осматического баланса в клетке, вызванное различными воздействиями, и сопровождающиеся потерей целостности плазматической мембраны. Это очень важно. Если мембрана сохраняется, то реакция организма на такую гибель совсем другая. Значит, этот процесс, острой или ишемической гибели, не сопровождается какой бы то ни было специфической активацией тех или иных ферментов в клетке. Но не специфически за счет разрыва плазматической мембраны, за счет разрыва мембран внутри клетки, например, лизосомальные ферменты, они в процессе острой гибели всегда выходят наружу и делают свое черное дело. Значит, вот если кто-то видел, как образуется гнойник, да? Наверняка многие видели. Вот это процесс острой гибели нейтрофилов в очаге воспаления, в результате чего их ферменты, их лизосом, гранулы нейтрофилов выбрасываются. Это, кстати, тоже запрограммированный процесс, но он происходит настолько быстро, что никаких сложностей нет. Дегрануляция нейтрофилов. Ферменты выбрасываются наружу и все переваривают. Образуется гнойник, расплавляются нормальные ткани. Если, не дай бог, процесс плохо отрегулирован, то образуется такая большая выемка сначала фурункул, а потом после него каверна. Значит, это острая смерть. Что значит запрограммированная клеточная смерть? Это значит, что внутри клетки имеется система передачи сигналов и есть некий начальный стимул. Он может быть снаружи вещество, приходящее к клетке. Это может быть активация чего-то внутри клетки. Непринципиально. Важно то, что первичный сигнал затем перерабатывается как источник информации и запускается каскад реакций. Интересно, что исследованиями последних лет было показано, что в некоторых случаях оба пути – острая гибель и медленная гибель – могут индуцироваться одним и тем же сигналом, просто все определяется величиной. Ну, опять же, понятно, когда бензин в двигателе сгорает, машина едет, когда бензин сгорает в бензобаке, машина сгорает. Вроде и там бензин, и там бензин, но результаты совсем разные. Вот так же бывает и у клеток. Но когда мы говорим об апоптозе, а сейчас мы будем о нем говорить более подробно, то основная особенность этого пути состоит в том, что погибающая в результате апоптоза клетка, она как бы тихо исчезает, и соседние клетки не реагируют на этот процесс. Вообще процесс апоптозы, его основной смысл, мы об этом будем говорить подробнее, для многоклеточного организма. Одноклеточным более или менее все равно. А вот в многоклеточном организме гибель любой клетки потенциально может быть очагом воспаления или индуктором, как некоторые любят, выработки антител. Вот апоптодические клетки, по всей видимости, как раз не индуцируют ни выработки антител, ни воспалительных реакций. Или, скажем, осторожно делают это в минимальной степени. Вторая проблема состоит в том, что программа, которую выполняет клетка, она уже не зависит от исходного стимула. И совершенно разные воздействия на клетки приводят к выполнению одной и той же программы. В этом смысл запрограммированной клеточной гибели. Итак, апоптоз описан был Вальтером Флемингом. Это тот самый Вальтер Флеминг, которого я сегодня упоминал, который описал «Клеточное деление». Описан он был в 1885 году. Поэтому если вам рассказывают что-то иное, то это не совсем точно. Кер никакого апоптоза не описал. У него и эксперименты были другие. Кер ввел термин «апоптоз». А процесс был описан тогда, в XIX веке. Но Флеминг его назвал «хроматолиз», потому что в основе этого процесса, то, что он видел, это фрагментация хроматина в ядрах. Значит, речь идет, Флеминг описал настоящий апоптоз о физиологическом процессе инволюции фолликула женского. Значит, если яйцеклетка в женском организме, у млекопитающих не оплодотворена, то она погибает через определенное время, и все клетки, окружающие ее, которые называются фолликул, они тоже деградируют. И вот деградацию этого процесса в фолликулах самки-кролика Флеминг и описал. Вот это хроматолиз, распад хроматины на фрагменты. Это оригинальный рисунок из его книги. Потом этот процесс изучали довольно много народу. В конце XIX, в начале XX века, и Людвиг Грёппер даже в 1917 году целую книжку выпустил, посвященную тому, как элиминируются клетки в нормальном организме в ответ на физиологические явления. И он описал не только инволюцию, то есть дегенерацию клеток, распад ядра, хроматолиз, это все было описано, но и обратил внимание на то, что соседние клетки поглощают вот эти апоптотические клетки в естественных условиях. Это все было описано. После чего примерно на полвека тема была забыта, потому что биологического смысла в тот момент не понимали. И к этой теме вернулись в конце 60-х годов, когда люди занялись изучением того, как погибают клетки с удвоенным энтузиазмом, потому что у них был электронный микроскоп. У Грёпера и у Флеминга электронного микроскопа не было, под световым они все описали. И тогда возникло представление о том, что клетки в процессе гибели должны набухать, потому что уже про ионный баланс, кое-что знали. И вот здесь на аванс-сцену выходит работа Кера с авторами, которые обратили внимание, что в тех экспериментах, которые они ставили, а у них эксперимент был очень простой, они перевязывали портальную вену печени и смотрели, как дегенерируют гепатоциты. Так что с сигналами там было довольно сложно. Они от бескормницы подыхали, бедные клетки погибали, они медленно и несинхронно, это они отметили. А вот на что они обратили внимание, и откуда вся история получила развитие, что многие клетки вместо того, чтобы набухать, съеживались. У них резко уменьшался объем. И они описали этот процесс как shrinkage necrosis, то есть гибель со съеживанием. И дальше Кер очень заинтересовался, нельзя ли придумать что-нибудь покруче, и был предложен термин апоптос. Собственно, из статьи Кера, желающие это могут прочесть сами, они советовались с каким-то специалистом. Дело было в Абердине, в Шотландии. Нашли специалиста по древнегреческому языку, который сказал, что вот это пойдет. Поэтому вот shrinkage necrosis превратился в апоптос, и этот термин был описан. Дальше стали изучать само явление. Собственно, явление было уже известно, но стали изучать механизм. И вот центральная проблема в изучении апоптоса, сдвиг, собственно говоря, общественного мировосприятия состоял в том, что нашли гены, которые за него отвечают. Потому что если у вас есть ген, то все хорошо. Пока у вас гена нет, ваша биология неполноценна была в конце XX века. И вот когда нашли гены, то Бреннер, Хорвитц и Салстон получили Нобелевскую премию за открытие генов апоптоса. Речь шла о том, что они открыли гены у круглого червяка, у цинорабдитис элеганс, выключение которых приводило к тому, что в ходе развития этого червяка у него клетки, которым положено погибать, не погибали. Это суть работы. Кер уже к этой работе естественникового отношения не имел. Итак, что у нас происходит в апоптозе, и как его можно определять? Значит, определение. Процесс, который проходит через серию последовательных шагов, и эти шаги не зависят от вызывающей данный процесс причины. Поэтому апоптоз, он запрограммирован. Значит, какие характеристики апоптоза ключевые, и мы сегодня о них будем говорить, и последовательные. Первое – это уменьшение объема клетки, который описал еще Кер, но потом было выяснено, что ситуация чуть-чуть сложнее, и я об этом тоже скажу. И есть специальный термин AVD – апоптотик волиум декрис, уменьшение объема клетки. Это самый ранний признак апоптоза морфологически, который может быть. Затем деполяризация митохондриальной мембраны. Значит, с точки зрения самого процесса важно то, что образуются поры в наружной мембране митохондрии. Но с точки зрения свидетелей, как нам наблюдать за процессом, это деполяризация внутренней мембраны митохондрии. Я об этом тоже скажу. Это второй сигнал. Дальше, что еще, что очень любят использовать как маркер апоптоза – появление фосфатидилсирина на поверхности плазматической мембраны. Значит, у нас как мембраны синтезируются, знают люди? Или надо коротко напомнить? Все мембраны собираются в эндоплазматическом ретикулуме. Там они симметричны. Фосфатидилсирин есть на обоих поверхностях. Дальше, через аппарат Гольджа, они путешествуют с пузырьками в плазматическую мембрану. А в плазматической мембране сидят специальные ферменты, которые называются флипазы и флопазы, которые персонально все фосфолипиды перетаскивают одни наружу, другие внутрь. И вот из плазматической мембраны клетки фосфатидилсирин флопаза убирает во внутренний листок мембраны. Поэтому у нормальной клетки на поверхности фосфатидилсирина нет. А раз нет фосфатидилсирина, это очень удобно, то у нас с вами и у многих других организмов есть маркер, есть специальный белок, называется анексин пятый, который просто плавает в плазме крови и ищет клетки, у которых появился фосфатидилсирин на поверхности. Если появился, анексин налипает, и это сигнал для дальнейших преобразований, в частности для того, чтобы такую клетку скушать. Я немножко упрощаю, но принцип именно такой. Значит, вот маркер апоптоза, появление фосфатидилсирина на наружной поверхности плазматической мембраны. Но чтобы было понятно, откуда он там берется. Значит, у нас в плазматической мембране довольно богатый набор ферментов, которые тасуют фосфолипиды. Значит, есть флипазы и флопазы. Флипаза, она изнутри наружу, флопаза снаружи внутрь загоняет фосфолипиды персонально. Это АТФ-зависимые ферменты, высоко специфичные. А кроме того, есть еще одна группа скрамблазы. Это от английского scrambled egg, взбитая яичница, которые просто перетасовывают фосфолипиды хаотическим образом. Так вот, если мы выключим АТФ-зависимые ферменты, которые таскают липиды специально и специфично, и оставим активную скрамблазу, то у нас все постепенно рандомизируется. То есть содержание фосфолипидов на том и на другой стороне мембраны станет одинаковым. Вот так появляется фосфатидилсирин на поверхности клетки. Это инактивация флопаз, которые его должны убирать на фоне активности скрамблаз. На самом деле достаточно даже просто повысить уровень активности скрамблаз. Они будут быстро перемешивать и убирать не успеют клетки. Это третий пункт. Затем специфические ДНК. Для того, чтобы нарезать ДНК при апоптозе, используются специальные ферменты, которых в нормальной клетке активных нет. Я о них тоже дальше кое-что скажу. И результат устрашающий. ДНК режется на совсем-совсем короткие кусочки. Поэтому конденсация хроматина на периферии ядра, фрагментация ядра – это все процессы, связанные с тем, что ДНК была порезана на кусочки длиной примерно в одну нуклеосому. На последних стадиях, что очень интересно, клетки набухают. Поэтому уменьшение объема – оно в начале. В конце все равно клетки набухают, и они часто фрагментируются. Но это не строго обязательно. Фрагментируются, то есть разваливаются на такие сферообразные структуры, которые получили название апоптотические тела. В среднем, скажем, одна клетка может развалиться на несколько десятков таких тел. Если диаметр клетки у нас, скажем, 10-12 микрон, маленький, или 14 побольше возьмем, то она разваливается на десятки апоптотических тел размером от 2-3 до 4-5 микрон. И такие шары поглощаются соседними клетками в организме. В организме до этих последних стадий часто дело не доходит, клетки успевают скушать. А в культуре, когда мы ставим опыт, и там все это можно наблюдать. В этом замечательном процессе вот это все, что я вам перечислил, обязательная часть программы. Но есть еще целый ряд специфических черт, поэтому описывают много вариантов апоптоза. И в Швеции даже заседает специальная группа, которая разрабатывает номенклатуру вариантов апоптоза. Там примерно 40 авторов публикуют эту статью раз в сколько-то лет. Но я касаться этой тематики не буду, это номенклатура. Имеет ли она какой-то биологический смысл, сказать не берусь. Ну вот одно название, анойкис я здесь привожу, но это в качестве примера названий гораздо больше. Ну вот, собственно говоря, биологическая роль апоптоза, где и что происходит. Классический пример формирования пятипалой конечности у всех наземных позвоночных. Значит, вот это клетки, помеченные как раз аннексином флуоресцентномеченным, которые погибают в результате апоптоза. У них на поверхности, значит, резорпция хвоста у головастика. Еще один пример апоптоза. Вы представляете себе головастика, да, молодого? У него хвост составляет чуть не половину массы тела. Все это разбирается, и никакой воспалительной реакции нет. Это апоптоз в чистом виде. И дегенерирует этот хвост очень быстро. Есть и другие примеры, например, метаморфоз у насекомых, когда из эмагинальных дисков вырастает целая взрослая особь, а все остальные клетки в куколке, они погибают. Но тоже никакой воспалительной реакции нет. Поэтому вот биологическая роль апоптоза в первую очередь связана с нормальными процессами, происходящими в нормальном организме, во-первых, на стадиях развития, и на некоторых других, и об этом тоже скажу. Вот физиологическая роль апоптоза, как выглядит баланс сегодня. Если считать, что у нас примерно 100 триллионов клеток в человеческом организме, порядок величины, то из них примерно 10 миллионов в течение дня подвергаются апоптозу. Это во взрослом организме, это уже никакой не эмбриогенез. Значит, где сидят эти клетки, которые подвергаются апоптозу? Один, а они сидят у нас в разных местах. Значит, всё время очень интенсивный апоптоз идёт в лимфатических узлах. Значит, у всех у нас есть лимфатические узлы, в узлах есть фолликулы, так называемые вторичные фолликулы у взрослого человека. И если вы сделаете гистологический срез нормального лимфоузла, то во вторичном фолликуле 90% клеток пролиферируют. Куда они деваются, эти клетки? Они все погибают в результате апоптоза. Поэтому, если случается, например, опухоль лимфатического узла, вот есть такая болезнь, называется фолликулярная лимфома. Фолликулы разрастаются, лимфоузлы разрастаются, это опухоль, связанная с мутацией определенной. Пролиферативная активность при такой опухоли по сравнению с нормальным лимфоузлом резко снижена. Но там нет апоптоза. Поэтому пролиферация замедлилась в 10 раз, апоптоз упал, условно говоря, в 100 раз, и у человека вылезли узлы. А в норме этого нет. Кстати, вот нарушение апоптоза – это такой очень хороший пример болезни на бытовом уровне, называется свинка. Когда у маленьких детей вырастают огромные лимфоузлы. Это инфекционные заболевания, и связано оно с подавлением апоптоза в лимфоузлах. И они тут же раздуваются в размере. Но поскольку это инфекция, то потом все заканчивается благополучно. Где еще? В эмбриогенезе лишние нервные клетки в мозгу. Это и у млекопитающих, и у насекомых, и у многих других организмов делается больше нейронов, чем нужно для нормальной работы. В кишечнике апоптоз идёт и в процессе развития, закладка кишки, она довольно сложная, и во взрослом состоянии, где на вершине ворсинки клетки погибают, это процесс апоптоза. И постоянно слущиваются. При формировании конечности, при резорции я уже говорил. Важно то, что процесс во взрослом организме идёт без воспаления. Ещё апоптоз – это контроль пролиферации через так называемые критические точки или контрольные точки клеточного цикла. В большинстве случаев, если клетка не может пройти контрольную точку клеточного цикла, то она задерживается на некоторое время. И если задержка слишком продолжительная, то клетка отправляется в апоптоз. Если на несколько часов, скажем, она репарирует, и если надолго, то она отправляется в апоптоз. Я сразу оговорюсь, это один из ключевых аспектов противоопухолевой терапии. Дело в том, что раковые клетки, в отличие от нормальных клеток, они менее, так сказать, продвинуты, они более глупые. И у них очень часто бывают нарушения работы контрольных точек. И поэтому противоопухолевая терапия, скажем, цисплотином, доксорубицином и массой других агентов, она связана с повреждением ДНК, но ДНК повреждается и в раковых и в нераковых клетках, примерно в равной степени. Но у нормальных клеток, вот эта система Checkpoints, она выстроена правильно, они репарируют эти повреждения. А у раковых клеток сплошь и рядом одна из контрольных точек не работает, она работает неэффективно. И тогда раковая клетка, не починив испорченную ДНК, отправляется, например, в С-фазу, но когда она доходит до следующей контрольной точки, и ей бы надо идти в метоз, то там оказывается, что повреждений так много, что репарировать она их не может за разумное время. А программу апоптоза у нее еще никто не отменял. Тогда клетки отправляются в апоптоз. Вот так выглядит специфическое лечение ДНК повреждающими препаратами. Но если, не приведи Господи, клетка оказалась резистентной к апоптозу, то она пойдет в следующее деление, и там получится какой-то урод, который то ли выживет, то ли нет. Значит, это контроль пролиферации. Ну и, наконец, борьба с вирусными инфекциями. Значит, у многих наших клеток есть специальная программа, когда они заражаются вирусом, то для того, чтобы предотвратить мультипликацию вируса, для того, чтобы остановить это размножение, клетка запускает программу апоптоза, а тогда уже все затыкается, все процессы транскрипции и трансляции останавливаются, и клетка погибает вместе с верионами, которые остались внутри нее. Это тоже довольно распространенный механизм. Интересно, что хотя ферменты другие, но, по-видимому, похожая схема реализуется и в клетках растений, которые тоже при вирусном поражении могут погибать отдельные клетки, без того, чтобы втравливать в это весь организм. Ну, вот здесь такая краткая история того, что, вероятно, как развивались наши представления об апоптозе. Ну, здесь, видите, деликатно, в 800-е годы просто 100 лет записано одной строчкой. Реальный апоптоз, я уже сказал, это с 1985 года все-таки начинается. Мечников с фагоцитами понятно, хотя к апоптозу он имеет косвенное отношение. Дальше вот наше понимание апоптоза, метаморфоз, это имеется в виду насекомых. Значит, механизмы клеточной гибели и их изучение в развитии конечностей. И затем в 60-е годы описан некроз как вот острая смерть, и он противопоставлен программируемой клеточной гибели, введен термин, описаны гены, как я уже сказал. Затем эти наблюдения уже носят, в общем, технический характер, как это все работает. Итак, если сравнивать апоптоз, и я пользуюсь здесь классическим термином некроз для удобства, то я не буду все это вам зачитывать, здесь более или менее все понятно. Важно то, что у нас для острой клеточной смерти есть тоже варианты, есть запрограммированная острая клеточная смерть, как это не смешно. То есть запускается программа, она быстро приводит к разрыву плазматической мембраны. И этот термин, он сейчас получился, так называемый некроптоз, вот о нем я немножко буду говорить. Найдены специальные белки, которые регулируют этот путь развития событий. Значит, о чем идет речь? Когда у нас гибель клеток запускается неким сигналом, то у нас возможны варианты. Вот то, что я уже сказал, если сигнал работает, так сказать, на максимальном уровне, то он запускает вот эту левую часть схемы, быстро подавляется синтез АТФ, увеличивается содержание натрия в цитозоле и запускается вот этот процесс. Если сигнал, приводящий к гибели клетки, уходит на, вернее, появляется на умеренном уровне, то это приводит к довольно большому каскаду событий, о них мы тоже будем говорить. Но важно то, что здесь нарушается калиевая проводимость. Значит, у нас есть калиевые каналы, которые работают в обратную сторону от натрия калиевой АТФазы. Значит, калиевая АТФаза закачивает калий внутрь, это вы знаете, а калиевые каналы, они обеспечивают утечку калия. И вот, по-видимому, один из первичных механизмов на плазматической мембране связан как раз с активацией калиевых каналов. И их активация приводит к вот AVD, это apoptotic volume decrease, а здесь NVI, это necrotic volume increase. Значит, здесь у нас объем растет, как первый сигнал, а здесь объем сокращается. И затем сокращение этого объема запускает следующий каскад реакции. Поэтому здесь вопрос в величине сигнала. Один и тот же сигнал, скажем, через рецептор смерти, через ТНФ, он может приводить к тому и к другому. Значит, описано это все было, вот, программируемая смерть, связанная с воспалением совсем недавно. Первая реальная работа датирована 2005 годом. Фамилии всех авторов я, конечно, не помню, там большой список. Но это первая работа, где в явном виде было сделано утверждение о том, что сигнальный каскад через фаз и рецептор ТНФ может приводить к гибели клеток с увеличением объема и разрывом плазматической мембраны. Китайские авторы пишут, что китайский профессор такая-то все это описала. Она стоит в этой статье, автором, но в серединке. Значит, белок, который за все это отвечает, специальный рецептор, вернее, рецептор индуцированной киназа, РИП-1, которая, в свою очередь, запускает следующую киназу под названием РИП-3. И вот эти две киназы организуют каскад событий, которые приводят к формированию внутри клетки специального комплекса под названием некросома. И вот этот комплекс, он быстро индуцирует разрыв плазматической мембраны. Значит, первоначально, поскольку апоптоз в его классическом понимании был описан раньше, то этим авторам первое, что надо было доказывать, чем отличается процесс от уже известного апоптоза. Вот отличался он, в частности, тем, что никак не страдал от того, что можно было ингибировать Каспаза. Наоборот, более того, оказалось, что ингибирование Каспаз в эксперименте, разумеется, оно делает вот этот процесс еще более эффективным. И проходило это все через вот этот комплекс на поверхности клетки FAS-associated protein with death domain. Значит, FAS-ассоциированный белок – это трансмембранный белок. У него снизу, изнутри в цитозоле, сидит вот этот death domain, то есть домен, активирующий смерть, который индуцирует апоптоз в одних случаях и индуцирует сборку некросомы в других случаях. Соответственно, такие клетки выделяют сигнал и стимулируют воспалительный процесс. Значит, где этот процесс биологически себя проявляет, мы еще не все знаем, потому что, я еще раз говорю, все это было описано впервые 12 лет назад, а, так сказать, в устоявшуюся концепцию сложилось буквально за последние 3-4 года. Значит, это связано с инфарктами, с некоторыми аутоиммунными заболеваниями. Это к вопросу, опять же, о выработке антител. Вот здесь клетки рвутся, они погибают в результате апоптоза, все выходит наружу, и, естественно, это готовый субстрат для выработки антител. Поэтому вполне возможно, что одна из причин многих аутоиммунных заболеваний – это не болезнь иммунной системы, а это болезнь программы клеточной гибели, когда клетки вместо того, чтобы тихо уходить в апоптоз, рвутся, и тем самым провоцируют иммунный ответ у нормальной иммунной системы. И это очень интересная проблема, которой сейчас умные люди начали заниматься. Отдаленные последствия инсульта, разумеется, и некоторые другие. Но инсульты, инфаркты нам обычно интересны, поскольку это все-таки основная причина гибели у людей. Значит, вот этот процесс, некроптоз, тоже там задействован. Ну и апоптоз задействован. Значит, вот здесь схема, на деталях которой я останавливаться не буду, я просто хочу показать, что процесс идет через поверхность, значит, вот в частности через ТНФ, это рецептор ТНФ, который сидит и вот образует этот самый комплекс, и вот этот вот комплекс, он может уходить в вот эту систему, в эту последовательность событий, формируя некросому. Значит, основное отличие состоит в том, что вот здесь нарисован фермент под названием Каспаза-8, для формирования некросомы она не нужна, это альтернативный путь. Поэтому, если сигнал идет не очень сильный, то путь уходит в апоптоз, восьмая Каспаза запускает другую последовательность событий. Если сигнал сильный, то ее активности не хватает, и формируется вот этот комплекс. Первое, что делает этот комплекс, он портит проницаемость мембраны, вот здесь кальциевые и натриевые каналы активируются. Детали вот этой активации мы пока не знаем, но мы точно знаем, что это процесс, который происходит довольно быстро. Ну и вот здесь, как выглядит вот этот комплекс, который связывается через вот эти два ключевых белка, которые, собственно, были идентифицированы как специфические белки, запускающие программируемую острую гибель клетки. РИП-1 и РИП-3, значит, они активируются, они ингибируются сами по себе Каспазами, поэтому, когда я говорю об уровне сигнала, то в клетке есть конкурентная активность. Либо выстрелят вот эти два белка и создадут свой комплекс, и этот комплекс, кстати говоря, тоже воздействует на митохондрию, как и Каспаза, вернее, как и путь апоптоза, но другое воздействие на митохондрию, и это приводит к набуханию митохондрии, разрывом, не проницаемость увеличится, а разрывается митохондриальная мембрана, повышается уровень активных форм кислорода резко, в апоптозе он тоже повышается, но значительно медленнее, и происходит разрыв и выход ферментов. Значит, вот здесь описание этого переключателя, я, пожалуй, не буду подробно об этом рассказывать, тем более, что сейчас эти работы только начали выходить, и я думаю, что в ближайшие 2-3 года мы узнаем более подробно, что там правда, а что был талант авторов. В частности, вот сейчас показано было, что РИП-3, он контролирует гибель макрофагов, макрофаги тоже могут испытывать острую смерть, и вот в частности в очаге воспаления там погибают не только нейтрофилы, но и макрофаги. Механизм их гибели до недавнего времени был не очень понятен. Всё приписывали лизосомальным ферментам нейтрофилов. Похоже, что не всё. Похоже, что у макрофагов тоже возможен вот такой вот процесс, который дополнительно стимулирует, естественно, воспаление. И медицинские аспекты уже начали просвечивать, но только-только начали, потому что вот этот РИП-3, он связан с уровнем образования тромбов, и возможно, что повышенный риск тромбозов как раз связан с повышенной активностью вот этого белка и индуцируемого им пути. Поэтому вполне возможно, что его ингибирование сможет понизить риск тромбоза и, соответственно, гемостаза у людей, у которых он повышен. И над этим сейчас уже активно работают. Кроме того, подавление программируемой острой смерти, оно явно снижает уровень атеросклероза. Так что здесь тоже этот вопрос очень серьезно сейчас просматривается с медицинской точки зрения. Ну а теперь мы вернемся к мейнстриму, к апоптозу, о котором я, собственно, в основном и буду дальше рассказывать, как о более классическом пути гибели клеток. Значит, выделяют обычно два пути, которые запускают апоптоз. Путь внешний и путь внутренний. Значит, внешний путь обычно описывают как белок, который приходит извне, садится на рецептор на поверхности клетки и запускает процесс реакции. Значит, у нас два основных типа рецепторов. Это фаз, к нему, соответственно, белок называется фаз-легант, и рецептор к ТНФ, а сам белок называется ТНФ. Второй путь, так называемый внутренний, который для нас с точки зрения экспериментальной, начинается с того, что наружная мембрана митохондрии становится проницаемой, и это сопровождается образованием специфического комплекса сразу в цитоплазме клетки. То есть у нас поверхность вообще никак себя не проявляет, а сигнал идет из цитоплазмы клетки. Но понятие внешний и внутренний, оно немножко субъективно, потому что, скажем, ионизирующая радиация или ультрафиолет прекрасно запускают апоптос. Ясно, что сигнал извне, но на уровне молекулярном сигнал запускается изнутри клетки. Поэтому здесь могут быть разные варианты запуска внутреннего пути через различные механизмы. На всех механизмах я не буду останавливаться, их слишком много. Я буду рассказывать только, как сам по себе запускается путь. Во всех случаях пермиобилизация митохондрии и активация КАСПАЗ, о них я скажу чуть поподробнее, КАСПАЗы делятся на две группы номенклатурные. Есть КАСПАЗы регуляторные и есть КАСПАЗы исполняющие. Так же, как есть директор, есть исполнительный директор. Обычно у исполнительного директора нет власти, но есть деньги, а у генерального директора есть власть, но часто нет денег. То же самое и здесь. То есть регуляторные КАСПАЗы могут запустить процесс, но могут и не запускать. А вот исполнительные КАСПАЗы, начав активироваться, запускают процесс с неизбежностью и доводят его до конца. Кроме того, активность всего этого хозяйства регулируется, как я уже сказал, митохондриями. В любом случае, внешний или внутренний путь все упирается в митохондрии. А у митохондрии есть целый набор белков, которые могут как способствовать развитию апоптоза, так и наоборот тормозить его. Поэтому говорят о про- и антиапоптотических белках. Основная масса этих белков – это белки, связанные с наружной митохондриальной мембраной. Впрочем, здесь ситуация немножко более сложная. Одни белки прямо сидят в мембране, другие белки часто плавают в цитозоле или сидят в межмембранном пространстве и рекрутируются в мембрану митохондрии, только когда пришло время отвечать на сигнал. Значит, проапоптотические – они стимулируют образование поры, то есть дырки фактически в мембране. Антиапоптотические – они, наоборот, мешают образованию этой самой дырки. Очень большая часть этих белков относится к семейству BCL-2. BCL – это B-cell lymphoma, second protein. Это целое семейство белков. Причем они могут как способствовать, так и препятствовать образованию. Поэтому белки из группы БАКС – это тоже из суперсемейства BCL-2. И кроме того, кроме этих двух вариантов, когда сигнал из цитоплазмы или сигнал через мембрану, есть еще третий, так называемый, прямой апоптотический путь. Этим пользуются лимфоциты-убийцы. Они, ребята, очень простые. Они находят клетку-мишень, касаются клетки-мишени. Это называется поцелуй смерти, kiss of death. И впрыскивают в клетку-мишень специальные вещества, которые называются перфорин и гранзим-Б. И эти вещества попадают в клетку-мишень. Там образуется эндосома. Эндосома образуется плохая. Ее мембрана разрушается. Гранзим из этой эндосомы выходит в цитоплазму и, непосредственно не спрашивая разрешения у митохондрии, активирует каспазы. Поэтому в данном случае вот этот прямой путь апоптоза через поцелуй смерти, он гораздо более краткосрочный. То есть все происходит быстрее. Вот этот долгий и сложный процесс запуска каспазного каскада, он здесь укорачивается. И таким образом, собственно, происходит охрана нашего порядка внутри организма, чтобы все неправильные клетки уничтожались. Их уничтожают лимфоциты-убийцы. Значит, есть природные НК, Natural Killer Cells, и есть активируемые Т-клеточные киллеры. Но механизмы их работы с этой точки зрения очень похожи. У них различается способ узнавания клетки-мишенью. Итак, инициация апоптоза. Чуть более подробно. Я уже сказал, первый сигнал идет через рецептор, второй сигнал идет или из ядра, или из цитоплазмы. Из ядра тоже могут исходить сигналы, которые запускают апоптоз через митохондрии. И об этом я уже сказал. Но важно, что во всех случаях у нас вовлечены митохондрии, так или иначе. Не во всех, вот в первом и втором, я прошу прощения, здесь митохондрии тоже повреждаются. Но, возможно, это не причина того, что запускается апоптоз, а просто параллельный процесс. Значит, итак, вот ключевое событие с точки зрения метаболизма – формирование поры во внутренней митохондриальной мембране. Я уже сказал, что этот процесс регулируется белками, которые помогают или тормозят. Гомологи этих белков есть у разных организмов, то есть у различных животных. Значит, как это выглядит на схеме? Это схема из учебника Альбертса, а комментарии я к ним дальше скажу. Значит, здесь всё понятно. Что очень важно для апоптоза, внешний сигнал индуцирует кластеризацию рецепторов. Значит, вообще в клетках огромное количество биологических событий запускается таким образом, что разрозненные белки, которые плавали либо в мембране, либо в цитозоле, образуют агрегаты. Вот здесь кластеризация рецепторов. Кластеризация рецепторов приводит к формированию вот этого комплекса диск. Значит, вот этот д-домейн – это домен смерти. Значит, на него садятся промежуточные белки, образуется комплекс. И вот этот комплекс сам по себе, он рекрутирует белки под названием прокаспазы, которые здесь претерпевают модификацию, превращаются в активную каспазу. Значит, в случае млекопитающих этот путь приводит к тому, что активируется каспаза-8. Она узнаётся этим комплексом, и здесь происходит каталитическое расщепление и фосфорилирование. И вот эта каспаза-8 – это регуляторная каспаза. Она сама клетку не убивает, но она, в свою очередь, запускает цепочку реакций, которые приводят к активации каспазы-3 и к пермеобилизации митохондрии. Ну, здесь из деликатности авторы эту цепочку опускают, но она достаточно длинная. И вот, в частности, если эта каспаза активирована недостаточно сильно, то клетка может пережить. Поэтому у всех клеток есть определённый уровень чувствительности к, например, фас-леганду или к ТНФ. Поэтому вот этот процесс, он имеет определённые пороговые значения для разных клеток разные. А кроме того, как я уже сказал, если сигнал будет слишком сильный, то, опять же, надежды на каспазу никаких, и здесь запустится другая схема, о которой я говорил, когда рассказывал про некраптоз. Принцип тот же самый, но запускаются другие белки, они конкурируют. Значит, через фас и через ТНФ. Ну, я позволю себе это всё подряд не читать. Здесь просто перечислены на молекулярном уровне события, которые происходят при запуске апоптоза. Теперь второй путь, который происходит разным, начинается разным образом, у него нет такого единообразия, но в итоге завязан на митохондрии. Опять же, это картинка из учебника, она очень примитивная. И идея состоит в следующем, что у нас в митохондриях есть цепь переноса электронов. Кто-нибудь слышал такие слова? Значит, в цепи переноса электронов отлично. У нас есть трансмембранные белки и есть белки нетрансмембранные, из которых нам понадобится здесь цитохром С. Цитохром С – это сравнительно небольшой комплекс, который занимается благополучным переносом электронов от одного комплекса трансмембранного к другому. Но он может в определенных условиях покидать митохондрию. Условия эти очень простые – дырки в наружной мембране. Как только в наружной мембране образуются поры, достаточные для того, чтобы цитохром С вышел наружу, он выходит, он делает это очень быстро. Я здесь пока следую только этой схеме. И появление цитохрома С в цитозоле индуцирует сборку вот такого комплекса APAF-1 с еще одним белком и с цитохромом С. Они все собираются и опять собираются в олигомерный комплекс. То есть много молекул, собираются все вместе, и появляется конструкция, которая называется апоптосома. И вот эта конструкция под названием апоптосома она уже может на себя адсорбировать каспазу, в данном случае девятую, похожий, но другой белок, каспаза-9, который имеет специальный домен, который связывается вот с этой центральной частью апоптосомы. Но когда молекула была одна, то это связывание было очень слабо. А когда собрался комплекс, условно здесь в виде розетки, то связывание значительно усиливается. И вот это связывание приводит к тому, что молекулы каспаза рекрутируются, точно так же их режут, отрезают один кусочек, переставляют его задом наперед, и собирается активная форма каспаза. Это тоже регуляторная каспаза, то есть это еще тоже не гибель, но это запуск последовательных событий. И каспаза-8, и каспаза-9 в свою очередь могут активировать другие каспазы, каспаза-3. Ну вот здесь, собственно говоря, более подробно описано, что происходит. Верхнюю часть, которую я вам рассказывал про схему, я не буду повторять. Но важно то, что на самом деле при втором пути, и он центральный, из митохондрии выходит не один белок, а по крайней мере четыре. И они имеют свои собственные функции, каждый. Значит, цитохром С делает апоптосомы, это одна линия жизни. Второй белок, смак или смак дьявола, его называют. Значит, это аббревиатура Second Mitochondria Derived Activator of Caspases. Это белок, который активирует каспазы совершенно другим способом. Он блокирует ингибитор каспаз. Значит, у нас в цитоплазме клеток есть ингибитор каспаз. И вот для того, чтобы этот ингибитор перестал все подавлять, выбрасывается второй белок. Смак дьявола выходит вместе с цитохромом С, практически синхронным. Значит, вот он блокирует работу вот этого IAP, значит, Inhibitor of Apoptosis Protein, и, соответственно, стимулирует события. Кроме того, из митохондрии выходят еще две нуклеазы, которые отправляются в ядро. Они вообще выходят из матрикса митохондрии, даже не из межмембранного пространства. И режут ДНК в ядре. Обращаю ваше внимание, что все эти четыре белка действуют независимо друг от друга. И в этом смысле нарушение целостности наружной митохондриальной мембраны, которая сопровождается деполяризацией внутренней мембраны, это полная катастрофа в жизни клетки. Это реально точка необратимости в процессе апоптоза. Поэтому если мы запускаем апоптоз, но ингибируем каспазы, клетки отлично погибают. Это занимает больше времени, но они погибают. Остановить этот процесс нельзя. Ну вот теперь как выглядят эти процессы. Несколько картинок, поскольку ваш покорный слуга этим тоже решил заняться. То вот здесь ионный баланс и проницаемость митохондрии. Значит, мы взяли краску, которая позволяет зарегистрировать соотношение натрия и калия в клетке. Это можно сделать. Краситель называется Asanta Green Probe. Он начинает флуоресцировать, когда концентрация натрия повышается. Значит, у нас в нормальной клетке порядка 10 мм натрия повышается, он, естественно, до 100. А калий, соответственно, при этом снижается. Поэтому вот здесь зелененькие клетки – это те, в которых Asanta Green светится. И происходит вот это нарушение ионного баланса одновременно с пермиобилизацией митохондрии. Ну, по крайней мере, с точностью до тех событий, которые мы можем увидеть. То есть это близко скоординированные события. Значит, вот как это выглядит. Ну, здесь просто оптические срезы, чтобы показать. Клетки уже ошариваются в этой ситуации и выглядят довольно хорошо. Значит, митохондриальный путь чуть более подробно. Значит, я сказал, выход цитохрома С с маг-диабола, потеря митохондриального потенциала внутри, в пределах одной клетки. Эти процессы занимают от 5 до 10 минут. Они не строго синхронны, выход цитохрома и сброс потенциала, но очень близки. И второй, значит, выход – апоптозис-индусис, индуктор апоптоз, вот третий белок, как я сказал, и эндонуклеазы G, которые выходят из цитозоля. Значит, эндонуклеаза G, она отправляется… Ой, не из цитозоля, извините, из матрикса митохондрии, через цитозоль отправляется в ядро, идёт туда и режет ДНК на довольно большие фрагменты. Дело в том, что деградация ДНК при апоптозе – это двухступенчатый процесс. Все знают про эту лесенку ДНК, коротенькие фрагменты. Это вторая стадия. А первая стадия – запускается эндонуклеазы G, это большие 50-килобазные фрагменты. Значит, вот как выглядит весь этот кошмар с точки зрения митохондрии как центрального звена. Значит, есть про- и антиапоптатические белки, которые борются за своё влияние на наружной мембране митохондрии. Если проапоптатические белки победили, то цитохром С выходит, АИФ выходит, смак Диабола выходит, эндонуклеазы G выходит, и запускается вот такая большая цепочка событий. Для клетки что очень важно? Для клетки важна активация каспазы третьей, уже не регуляторной, а исполняющей каспазы, а ингибитор апоптоза, который сидит в цитозоле, он как раз и ингибирует оба этих процесса. Поэтому смак Диабола здесь резко стимулирует активацию каспаз. И деградация белков. Значит, про окисление липидов и роз я немножко скажу. Тут вопрос не такой очевидный, что на самом деле происходит. Ну вот, как выглядят белки из семейства BCL2. Я сказал, что они похожи, но при этом функции могут быть противоположны. Антиапоптотический белок сам BCL2, проапоптотический белок БАКС и БАКС. Вот у них три домена совпадают, не совпадает всего один, и функция оказывается противоположной. И есть такой тоже редуцированный белок. Вот они все там в митохондриях сидят. И при индукции апоптоза как раз известно уже сейчас, в схемах это не отражено, что проапоптотические белки, которые в норме находятся в цитозоле, они прибегают на митохондриальную мембрану. То есть образование поры индуцируется не очень нам понятным способом, но каким-то образом эти белки туда приходят. Это уже было показано несколько раз, но связать со всеми остальными событиями мы пока не можем. То есть вот это вот формирование поры на наружной мембране – это активный процесс, и он неким образом индуцируется сигналами, которые приходят из цитозоля. Ну вот если чуть более развернутую схему нарисовать, она выглядит примерно так. Здесь тоже не все участники перечислены, но круг их более широкий. И, как я уже сказал, все равно в центре находятся митохондрии и затем каспазы. Значит, как выглядят потери митохондриального потенциала, так сказать, живьем? Это кадры из фильма, который я снимал. Значит, здесь у нас клетки, которые были трансфицированы GFP с маг-дьявола с зеленым белком, клетки из лаборатории Грина, которую он нам любезно подарил. В Америке можно довести клетки живьем, и, в общем, они работают. А второй краситель – это потенциалозависимый краситель для мембранного потенциала тетраметилродоминовый эфир, TMRI. Значит, вот у нас сейчас краска сгустки точками отчасти, и не вся клетка окрашена. Значит, здесь краска и тот, и другой сигналы в основном локализованы в митохондриях. Это просто реальные фотографии из фильма. 320 – это 320 минут после того, как я добавил стимул. Индуктор апоптоза. 330 минут – вы видите, что окраска остается точечной. Вот 335-я минута в верхней клетке произошла пермеобилизация наружной мембраны, она позеленела вся. Смак дьявола растекся по всей цитоплазме. Это низкомолекулярный белок, он быстро выходит. На 340-й минуте тоже, вернее, в интервале. Это я снимал фильм медленно, потому что процесс очень долгий. Здесь интервал между кадрами был 5 минут. И здесь во второй клетке все то же самое. Значит, тоже смак дьявола вытек. Обращаю ваше внимание, что кое-какой потенциал на митохондриях, вот здесь их был сгусток, он остался. То есть сброс потенциала на внутренней мембране идет чуть позже, чем пермеобилизация наружной мембраны, что биологически вполне понятно. Все-таки дырка сначала снаружи, а внутри – это уже следствие. Но занимает не так много времени. Вот на 345-й минуте здесь почти ничего не осталось. То есть сброс митохондриального потенциала занимает примерно 5-10 минут. И то же самое касается и выработки активных форм кислорода. Как только сбрасывается митохондриальный потенциал, прекращается выработка активных форм кислорода клеткой. Вообще имейте в виду, что основной источник активных форм кислорода – это мембранный потенциал митохондрии. Все остальное от лукавого. Ну вот так мы видим вот эту вот картину контроля апоптоза. Как я уже сказал, есть длинный список белков, которые его стимулируют. Это не полный список, но такая значительная часть. И, соответственно, список белков, которые с ним безжалостно борются. Во главе вот стоит BCL2, BCLXL. Значит, этих белков много. Поэтому, когда мы говорим о балансе, надо быть очень осторожным, потому что мы не знаем точно, как все эти белки взаимодействуют друг с другом. Но такое обилие генов наводит на мысль, что процесс может очень и очень специфически регулироваться в разных тканях. Ну вот здесь некое резюме про про- и антиапоптатические белки. Значит, только семейство BCL2 – 25 генов. А есть еще и другие белки, кроме BCL2. Значит, морфологические события. Если мы смотрим на апоптоз, у нас нет никакого маркера, что мы можем увидеть, что называется, глазами. Мы можем увидеть отделение клеток от субстрата и друг от друга. Этот процесс описан был еще флемингом, что клетки отделяются от соседей. И его можно прямо наблюдать в культуре. Вот у вас сидят клетки, вы индуцировали апоптоз каким-то фактором, и клетки поодиночке начинают ошариваться. Вот это первый признак апоптоза. Если у них померить аккуратно объем, это не очень просто, но можно сделать. То в момент, когда они ошариваются, у них объем уменьшается довольно резко. На десятки процентов. Значит, это вот AVD. Значит, сброс потенциала. Об этом я еще не говорил. Вскипание цитоплазмы. Тоже вот есть такой процесс. По-английски он называется blabbing. По-русски его можно назвать вскипанием, хотя это не совсем точно. На поверхности клеток начинают образоваться маленькие пузырьки. Но эти пузырьки не всегда хорошо видны, не всегда они образуются активно. А самое главное, что под одним и тем же термином зашифрованы два разных процесса. Образование мелких пузырьков на поверхности клетки и образование относительно крупных пузырей, когда клетка окончательно погибает. Вот на начальных стадиях апоптоза это мелкие пузырьки образуются, а потом уже образуются более крупные на гораздо более поздних стадиях. Ну и конденсация хроматин и съеживание ядра. Значит, если посмотреть на популяцию клеток, которые индуцировали апоптоз, то очень важная характеристика апоптоза, он в чем-то похож на радиоактивный распад. Для каждой клетки процесс наступает в свое личное индивидуальное время. Он асинхронный. Поэтому гибель популяции клеток от апоптоза – это процесс всегда медленный, многочасовой. Гибель отдельной клетки может быть сравнительно быстрой. Что здесь показано? Значит, мы покрасили это все разными красками. Апоптотические клетки индуцировали процесс апоптоза. Контрольная популяция выглядит таким образом. Большинство клеток имеют нормальный потенциал – ПИТУ. Часть клеток погибает. Спонтанный апоптоз в культуре всегда составляет несколько процентов. Если вам рассказывают, что у них в культуре апоптоза не было, отнеситесь к этому с настороженностью. Он всегда есть. Нормальным считается хорошим. Уровень от 1 до 5%. Но во многих, например, культурах раковых клеток, типа Джуркот, THP-1 и так далее, там может быть и 10 и 15% уровень спонтанного апоптоза в культуре. Это зависит от того, как вы с ними обращаетесь. Можно договориться с клетками. До 5% снизить уровень апоптоза, по моему опыту, можно всегда. Вот ниже 5% – это, наверное, уже зависит от культуры. Хотя, может быть, у меня тоже руки были недостаточно чистые. Значит, вот как выглядит популяция спустя 2 часа после индукции апоптоза. У нас клеток с каспазой больше практически не стало, их чуть-чуть увеличилось. Клетки потеряли мембранный потенциал. Вот эта большая группа клеток, у них прошла пермеобилизация митохондриальной мембраны. Но не у всех, видите, вот эти остались. Интерес представляют вот эти клетки, у которых не активирована каспаза. На самом деле здесь по активности каспаза мы видим очень большой разброс. И, строго говоря, активация каспаз в клетке, я сейчас покажу это дальше, это медленный процесс. Здесь окраска вот в параметрах активность каспаза, зелёный сенсор, митохондриальный потенциал, красный сенсор. Здесь другая окраска, митохондриальная, это тоже самое. Но здесь проба на анексин 5, я уже сказал, на появление фосфатидилсирина на поверхности. Появился, но очень мало, в реальном количестве. Здесь логарифмическая шкала, поэтому вот этот сигнал, он не очевиден. Считать его положительным нельзя. Он выглядит на шкале явно больше, но на самом деле очень низкий. Если подождать подольше или дать другие ингибиторы подождать подольше, то вот эту гетерогенность мы практически всегда наблюдаем. Здесь я просто показываю, что гетерогенность популяции апоптотических клеток не зависит от вещества, которым вы индуцировали апоптос. Общая скорость процесса действительно зависит. Стауроспорин более эффективный, это более злой индуктор, чем, например, актиномицин-Д или этапозит. Просто действует быстрее, суммарно. Но, тем не менее, процесс идёт и в тех, и в других клетках. Итак, последовательность событий, как я её уже описал, съёживание клетки. У меня здесь нет слайда, я на пальцах объясню, в чём удобство проточной цитометрии, что мы сразу получаем данные о больших популяциях клеток. Поэтому я не поленился и померил объём у клеток из П2, П3 и П4. Ну и П5 тоже. Так вот, минимальный объём имеют клетки из популяции П4. То есть первая реакция, когда клетки сбрасывают метахондриальный потенциал, как я их могу здесь разделить, это резкое уменьшение объёма. Клетки, в которых активируются каспазы, в которых появился анексин, имеют объём меньше, чем нормальные клетки, но больше, чем вот эта промежуточная популяция. То есть уменьшение объёма – это некий импульс, довольно короткий, и потом постепенно клетки восстанавливают объём, хотя и не в полном объёме. А я покажу потом поздний апоптос, там объём может быть даже больше. Значит, ну вот об этом я уже фактически обо всём сказал. Здесь просто последовательность событий. Теперь каспазы. Значит, это группа ферментов, которые синтезируются в клетках, но в норме существуют в неактивном состоянии в виде так называемых прокаспаз. Значит, молекулярный вес у них маленький, зависят они от цистеина, и режут они белки на довольно большие фрагменты. Но я о деталях работы каспазов рассказывать, пожалуй, не буду. Важно то, что они сидят неактивными. Активация каспаз включает в себя димеризацию. Обязательно две молекулы должны сложиться в виде димера. Иногда даже больше, чем димер, олигомера каспаз. Каспаз отрезается маленькая субъединица от большой, и затем маленькая и большая субъединицы, они были последовательные, они складываются теперь параллельно. И так появляется каталитический центр, который, собственно говоря, и работает. И таким образом активная форма каспаза – это гетеротетрамер. Две больших, две маленьких субъединицы. Значит, имя они свое получили по реакции, которую они запускают. И регуляторные каспазы в клетках еще имеют свои ингибиторы. Поэтому я говорю, что активация регуляторных каспаз не обязательно приводит к каскаду. А исполняющие каспазы никаких регуляторов не имеют. Уже если финансист подпись поставил, деньги ушли. Значит, вот как они выглядят на молекулярном уровне. Вот эти два каталитических домена и ингибирующий домен между ними. Активация каспаз схематично выглядит во всех случаях одинаково. Я сказал уже димер. И затем перестройка. Вот здесь образование такого комплекса, который расщепляется. Значит, еще один признак апоптозы – это фрагментация ДНК. Фрагментация ДНК связана с работой каспаз косвенным образом, потому что они активируют специальный фермент, КАД, который режет эндонуклеаза. Это другая эндонуклеаза, не та, которая пришла из митохондрии, а активируемая каспазами эндонуклеаза, которая в норме сидит вместе со своим ингибитором и никому жить не мешает. А каспазы режут молекулу ингибитора КАД, и тогда уже озверевший, освободившийся фермент КАД идет и режет нуклеосомы. Это процесс довольно медленный. Это вторичная фрагментация ДНК. Первичная была эндонуклеаза Ж. Она пришла раньше, она нарезала раньше. Но это очень интенсивный процесс, и мы получаем вот такую лестницу из поздних апоптотических клеток, поэтому можно покрасить эти короткие фрагменты. Их любят выявлять очень дорогим способом, называется Tunnel Assay. Если кому-то интересно, я потом могу рассказать. Там используется безумно дорогой фермент – терминальная дезоксинуклеотид-трансфераза, которая садится на такие коротенькие концы ДНК, и если ее много, она светится. Поэтому вот этот способ, его очень пропагандировали, но кроме коммерческой стоимости, я имею в виду опустошения ваших кошельков, он никакого, конечно, биологического смысла не имеет. И сейчас постепенно его тихо списывают. Хотя вот новичкам приезжают там большие специалисты откуда-нибудь с Запада и проповедуют русским дикарям о том, что Tunnel тоже очень хорошо. Tunnel – безнадежно устаревшая технология. Это было хорошо лет 20 назад. Значит, регуляция апоптоза – вот суммарная схема, которую я вам фактически обрисовал. Выглядит она вот таким образом. Значит, центральное звено, как я уже сказал, это митохондрии. Их можно стимулировать и можно, наоборот, ингибировать. И вот этот каскад Каспаз, он без митохондрии работает плохо. То есть просто через восьмую Каспазу запустить Каспазу третью реально, по-видимому, никому не удавалось, кроме как в экспериментах, которые выполняются не очень корректным способом. Дело в том, что когда вы смотрите за апоптозом в живой клетке, а очень хочется посмотреть живьём, то вы должны понимать, что вы светите на клетку светом, и у вас есть белок флуоресцентный или краситель, который этот свет воспринимает, и это является источником активных форм кислорода, причём не шуточным. Поэтому, когда, например, люди активность Каспаз измеряют с помощью ФРЭД, фёрстеровский резонансный перенос энергии, значит, там вы светите на клетку и смотрите спектр флуоресценции. Я на пальцах просто говорю, если спектр флуоресценции меняется, вы говорите, что изменилась конформация белка. Вот чувствительность этого метода, она очень невелика, и в живых клетках, по-видимому, приводит к образованию очень мощных артефактов. Вообще, мои личные наблюдения говорят о том, что в процессе апоптозы клетки обладают очень высокой фоточувствительностью. Мы смотрели, как выглядит апоптоз, я снимал кино с маленькими экспозициями с большими интервалами времени. Вот если вы запускаете апоптоз актиномицином, снимаете раз в пять минут, и отсняли 200 кадров за, значит, тысячу минут, и потом посмотрите на то, как выглядит поле. Значит, то поле, где вы снимали, это Куликовское поле после битвы, там всё вымерло. Всё, что вокруг, прекрасно может сохраняться ещё живым в течение нескольких часов. То есть клетки в апоптозе крайне фоточувствительны, поэтому вот такие способы при жизненных наблюдений должны восприниматься очень и очень критически. Я почему говорю про Фред, потому что там используется сравнительно коротковолновый свет. Поэтому если вы хотите наблюдать за клетками, то по возможности надо всегда уходить в сторону длинноволнового света возбуждения. То есть оранжевый лучше, чем зелёный, синим вообще нельзя клетки живые светить. То есть светить можно один-два раза, дальше они будут погибать. Если синий, дальний синий для GFP, в определённых условиях клетки живут, но в условиях апоптоза это будут артефакты с большой степенью вероятности. Оранжевый, красный свет. Поэтому сейчас красители, работающие в дальнем красном, ближнем инфракрасном свете, я имею в виду эмиссию, они становятся всё более популярны, и они, конечно, желательны при проведении вот таких работ. Так, я прошу прощения, здесь у меня, по-моему, повторяется слайд. Ну вот несколько картинок, как выглядит популяция клеток в раннем апоптозе. Здесь окраска идёт на каспазы, это зелёное, на ТМРИ, на митохондриальный потенциал красное, ну и Хёхст красит всё подряд. Значит, ранний апоптоз для СТС, тауроспорина, это будет 4 часа, для трейла это легант порядка 6 часов, для этапозита ранний апоптоз, это будет 28 часов, этапозит действует гораздо-гораздо медленнее. Но для актиномедицины это примерно 6 часов. А вот как выглядит поздний апоптоз, значит, для тауроспорина. Вот видите морфологию клеток, на них уже смотреть больно, но на самом деле многие из этих клеток имеют интактную плазматическую мембрану, несмотря на совершенно жуткий вид. В них каспазы активированы, вот эта зелёная, и здесь кое-где сохраняется митохондриальный потенциал. И здесь вот такая картина. Обращаю ваше внимание, что некоторые клетки резко увеличены в объёме. При активации каспаз объём клеток может увеличиваться временно. Это тоже такое любопытное свойство, которое практически не изучено. И вот здесь, в этой части картинки, пурпурный цвет, он не совсем красный, красный – это краситель, который показывает разрывы в плазматической мембране. Обычно говорят пропидиум ядит, пропидиум ядит здесь по спектру не годится, поэтому мы использовали краситель под названием Дракфаев. Это краска, которая проникает только через дырки. И вот есть одни ядра, которые Дракфаев положительные, и которые Дракфаев отрицательные. Отрицательные – это значит, что мембрана интактная. Если мы посмотрим на вид клеток, то по внешнему виду они мало чем отличаются друг от друга. Значит, вот эти клетки имеют целостную мембрану, а вот эти клетки имеют дырявую мембрану. Вот эти клетки с целой мембраной, а вот здесь две клетки с дырявой мембраной. Я это показываю к тому, что морфологически очень рискованно делать заключение о том, в какой стадии апоптозы находятся клетки. Ну и теперь ингибирование апоптоза. Собственно, чем его можно ингибировать? Значит, ингибировать лучше всего на начальных стадиях, когда, скажем, клетки теряют соответствующие рецепторы, они нечувствительны к легандам. Ингибирование апоптоза можно достичь, например, через ингибирование активности БЛК-П53. И вот Андрей Гудков с авторами в своё время сделал такую очень изящную работу, смысл которой состоит в том, что у нас есть представление о летальной дозе радиации. Значит, вот в старых единицах это было 600 рентген, в новых единицах я, честно говоря, никак не выучу. Но важно то, что есть определённая доза радиации, которая убивает для человека, и для мыши она примерно одинаковая. И вот он показал, что если взять мышку, у которой ген П53 будет регулируемый, и перед облучением его выключить, значит, мышки просто меняют диету, там ген П53 регулировался антибиотиком, я сейчас не помню каким, выключить, облучить этих мышек в летальной дозе, а потом, спустя несколько суток, этот ген включить, то мышки не погибают. Поэтому, когда мы говорим о гибели человека, например, или животных от радиоактивного поражения, то механизм апоптотический. То есть это индукция апоптоза через множественное повреждение ДНК в данном случае и активацию гена П53. Это нормальная физиологическая защита, но в случае радиации приводит к фатальному исходу. Если его выключить, то дозу можно увеличить довольно существенно. Ну, не в 10, конечно, раз, но тем не менее. Но, правда, вы понимаете, что с мышками и с людьми тут надо быть осторожным, потому что тут же горячие головы стали рассказывать, ну, теперь понятно, как мы будем бросать солдат в очаг радиоактивного поражения. Ну, маршал Жуков, как известно, это делал безо всяких генетических манипуляций. Здесь не очень далеко. Вот, так что это уже другая история. Но П53 – это очень важно. Значит, гиперэкспрессия антиапоптотических белков – это мощнейшее средство, которым раковые клетки защищаются от химиотерапии. Один из ключевых параметров отбора препаратов химиотерапии – это появление, повышение уровня экспрессии вот этих белков, антиапоптотических белков. Второй вариант отбора – это мутантный П53. Примерно 50% всех раков, если взять чохом, у них П53 мутированы, и его активность резко снижена. Повышение уровня экспрессии антиапоптотических белков – это обычно вторичный процесс. Хотя вот фолликулярная лимфома, которую я упоминал, там уровень экспрессии BCL2 повышается прямо сразу в результате мутации. На самом деле он там не повышается, а снижение уровня экспрессии BCL2, которое происходит в нормальных лимфоцитах, отменяется в случае опухоли. И этого достаточно. Значит, BCL2, ИАП и так далее. Ну вот, это то, что касается. Теперь физиологическая роль я об этом говорил. Да, вот здесь еще несколько кадров. Подсчеты, как выглядит жизнь круглого червя в рамках концепции апоптоза. У этого круглого червяка всего образуется 1090 клеток. Очень здорово у круглых червей число клеток видоспецифично. Поэтому у всех червяков строго одинаковое число клеток, как у нас с вами одинаковое число хромосом. И 131 клетка закономерным образом погибает. И поэтому у взрослого червяка остается ровно 959 клеток. Пересчитывало много лабораторий. Можете не сомневаться, здесь все в порядке. А гены, которые за это отвечают, вот они здесь внизу и приведены. И если эти гены выключить, у червяка клеток будет больше, но жить он будет значительно хуже. Значительная часть из этих 131 клетки относится к клеткам нервной системы. Если сравнивать процесс апоптоза у разных видов организмов, потому что пока все белки, которые я вам называл, это все были млекопитающие. То у немлекопитающих, у беспозвоночных белки другие, гены другие, но функции удивительно сходные. Значит, mammalian cells, вот они идут, про- и антиапоптотические белки, пермеобилизация митохондрии и вот этот набор. У дрозофилы фрагментация митохондрии, пермеобилизация митохондрии и набор белков, соответствующих к аспазам. Значит, здесь активация идет параллельно через митохондрии и через ингибитор апоптоза, который сам тоже ингибируется. Вот внешний сигнал, идущий от ДНК в данном случае, он ингибирует ингибитор апоптоза. У ценорабдити, значит, вот эти гены, C4, C9, это как раз гены, которые регулируют пермеобилизацию митохондриальной мембраны, и в результате их активности происходит пермеобилизация, а активные к аспазы здесь называются C3, C4, но то же самое они работают. Кроме того, пермеобилизация митохондрии приводит к гибели и в отсутствие активации к аспаз. Это тоже общее правило и у ценорабдитис, и у дрозофилы, и у млекопитающих. Ну вот, здесь я уже об этом фактически говорил, так что, наверное, этот слайд можно оставить в покое. Теперь роль апоптоза в патологии. Что мы сейчас понимаем? Правда, вот с развитием наших представлений о программируемом некрозе или о некроптозе понятно, что не все вещи можно лечить, но, тем не менее, инсульты и инфаркты. Значит, основное развитие патологического процесса связано, если речь идет об ишемическом процессе, то есть тромбозе сосуда, не с острой гибелью клеток от гипоксии, а с запрограммированной гибелью, и, по-видимому, процесс имеет три стадии. Значит, есть клетки, которым не досталось кислорода так, что они сдохли, нейроны в случае мозга и миокардиоциты в случае сердца. Этих клеток мало, и очаг такого острого поражения очень маленький. Вокруг них запускается каскад реакций, по-видимому, связанный с некроптозом, но это вот как раз сейчас изучается. А основное поражение, которое запускается тромбозом, это апоптоз. Поэтому есть понятие терапевтического окна. Кто-нибудь слышал такое понятие, да? Значит, вот сейчас для инсульта, ишемического инсульта терапевтическое окно составляет около двух часов, но с помощью современных средств его вроде бы расширили почти до четырёх часов. То есть если вы успеете в течение четырёх часов восстановить кровообращение там, где был тромб, значит, при инсульте, знаете, как это делается? Вводят специальный катетер, добираются до тромба, тромб оттуда выдёргивают из сосуда и на это место ставят стенд. Вот если вы успели это за четыре часа сделать, то последствия от ишемического инсульта минимальны. Если не успели, то клетки запустили апоптоз, и это большой кластер клеток, которые в течение нескольких часов погибнут. Поэтому когда у человека прошёл удар, строк или инсульт, он понимает, что произошло, но события развиваются в часовой шкале времени, что означает запрограммированную гибель большого массива клеток. То же самое с инфарктом, принцип точно такой же. Ну и с другой стороны, у нас, соответственно, ускользание от апоптоза – это раки многие, значит, фолликулярная лимфома там прямо защита от апоптоза даёт рак, это первичная мутация, это редкость, но у многих других тоже. И, соответственно, нерегулируемый или неправильно отрегулированный апоптоз является причиной многих заболеваний, в том числе аутоиммунных, то, что я уже упоминал, когда клетки вместо апоптоза, например, сваливаются в некроптоз, это, по-видимому, один из принципов. Ну и такой классический пример стимулированного апоптоза – это развитие иммунодефицита при HIV-инфекции. Это стимулированный апоптоз Т-клеток. Поэтому если мы этот стимулированный апоптоз заблокируем, а сейчас ретровирусные препараты довольно хорошо работают, то вот этот процесс мы можем остановить. И в этом смысле пациенты с ВИЧ стали жить значительно дольше. И, наконец, у растений. Самое смешное, что кое-что похожее происходит и в растительных клетках. То есть у них есть и апоптотические, и некротические типы программируемой клеточной смерти. Названия у растений немножко свои. Это гиперчувствительность. Значит, основные индукторы – это вирусные инфекции. У растений клетки, как вы знаете, еще соединены плазмодесмами друг с другом очень многие. Поэтому для растений вирус совсем – это беда, потому что он через плазмодесмы может пройти. Поэтому растительные клетки в ответ на вирусные инфекции как раз запускают реакции, очень похожие на апоптоз у животных. Дифференциация ксилемы, значит, когда проводящие пути формируются, это тоже запрограммированная гибель, чтобы сделать сосуд, клетка должна погибнуть. Значит, повышение концентрации этилена – это один из характерных маркеров апоптоза, и он может вызывать программируемую гибель клеток, программируемую гибель органов и программируемую гибель целых растений. Я, к сожалению, не знаю этой литературы на научном уровне, но на бытовом я хорошо знаю, что растения погибают внезапно, поодиночке, и эта гибель явно индуцируется изнутри. Более того, если вы возьмете ветку дерева и посмотрите, как на ней засыхают листья, значит, вы можете взять другую ветку у этого дерева, отрезать, положить рядом, и вы увидите, что процесс засыхания листьев у нее сильно замедлится. У отрезанной ветки по сравнению с целым деревом. Так что засыхание листьев – это тоже физиологически запускаемый, это активный процесс. Механизм у растений вот такой – это нарушение вакуолярной мембраны. У растений есть своя бомба замедленного действия – это клеточная вакуоль. Она составляет огромный процент от массы клетки. Большая часть, собственно, цитоплазмы клетки заполнена вакуолью. Там много ферментов, там очень кислый pH. Значит, pH в вакуолях. Вот апельсиновый сок кто-нибудь пил, да? Значит, он больше или меньше, чем у уксусной кислоты, как вы думаете? Меньше. pH апельсинового сока – 2 с небольшим, уксусной кислоты – 4. Страшная кислота. Поэтому уксусная кислота страшна не тем, что она кислая, а тем, что она ядовитая. Но это я так, в сторону. Поэтому у растений есть вот эта система, и они ее используют. То есть разрушение мембраны вакуоли. В этом смысле процесс, конечно, фундаментально отличается от животных клеток. Но растительную клетку искушать никто не может. Они отделены стенками друг от друга. И вот на этом я хотел сегодня закончить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!